В рамках реализации приоритетного национального проекта образования в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики на кафедре оптиинформационных технологий и материалов подготовлена магистрская программа, которая ориентирована на два приоритетных направления развития науки, техники и технологий Российской Федерации. Это прежде всего индустрия наносистем и материалов и информационно-телекоммуникационная система. Эта магистрская программа называется «Материалы и технологии, фотоники и оптики информатики». Это современная область науки и техники, которая включает в себя и развитие создания материалов, их характеризация и их использование в оптической связи, в телекоммуникациях. Мы разработали интересную, уникальную магистрскую программу, которая включает в себя не только учебно-методические пособия в печатном виде, в электронном виде, но и также уникальные лаборатории, которые позволяют готовить специалистов высшей квалификации. Это конкурентноспособные специалисты, которые востребованы сегодня на рынке труда, на рынке развития фотоники и оптики информатики. Это прежде всего оборудование, связанное с созданием новых уникальных материалов. Это прежде всего стекла, кристаллы. Это промежуточное состояние между стеклами и кристаллами, так называемые стеклокерамики. И, естественно, их очень модное новое направление – это наностеклокерамики, когда в объеме стекла выращивается кристаллическая фаза, и эта кристаллическая фаза имеет наноразмеры с уникальными свойствами, непохожими на обычные материалы. Вот таких специалистов мы готовим с использованием химико-технологического оборудования, и наши специалисты могут не только синтезировать такие уникальные материалы, но их и характеризовать. Естественно, широкий парк оборудования приобретен для характеризации материалов. Это оптико-физическое оборудование, это интересные лазеры, работающие в широком спектральном диапазоне, это уникальные спектрофотометры, которые позволяют исследовать квантовый выход лиминесценции материалов, спектры поглощения и времена жизни редкоземельных ионов, которые работают в лазерных системах, в системах телекоммуникации. Также мы готовим специалистов не только по характеризации материалов, но наши специалисты, то есть студенты, они могут создавать элементную базу на основе материалов. То есть у нас целая цепочка заложена в подготовку специалистов. Специалист умеет делать материалы, специалист умеет характеризовать эти материалы, и специалист на базе этих материалов может создавать уникальную элементную базу, как, например, это дифракционные решетки на основе фототерморефрактивных наностеклокерамик, это уникальные лазерные материалы, опять же, на основе новых лазерных стеклокерамик, и это ряд других магнитооптических материалов, которые используются в системах оптической связи. Продолжение следует...